Коллекция музея до 100 года. У Палаца Румянцевых и Паскевича упачалась серая выстав, присвеченных юбилею установы. Гомельчане и гости города смогут ближе познакомиться с фондами музея. Две экспозиции уже можно увидеть в выставочных залах. Подробнее о них расскажет Ганна Корольчук. Все свои 100 лет музей провел в Осеродзе Гомельского парка, тому первая из юбилейных экспозиций, рассказывая его историю в картинах и графике. Одна из старейших работ – акварельный малюнок Эмиля Лазе 1927 года. Солдат с курильной трубкой разглядая помник русской давнины – скифскую бабу. По звездках у парку находились две такие скульптуры, которые с часом были страчены. Масштабное полотно с Виногродского и Казаченко показывает выгляд парку сбоку сожа в 1954 году. Детали на картине имеют великую историческую краезнавчую цикавость. Тут бачен помник Ленину и Сталину на одном со схилов – пароходик и лодки для переправы на другий берег. Пешеходный мост прозраку изъявился поздней. Особое внимание хотел бы обратить на четыре стенда, которые стоят в центре. Это графические произведения, которые выполнены сразу по освобождению Гомеля. То есть вот сразу после освобождения Гомеля. Причем это и зарисовки немецких военнопленных, которые привлекались к работам по восстановлению города нашего. И зарисовки наших уже гомельских художников, которые вместе с войсками-освободителями вошли сюда. И вот то, что они увидели, они запечатлели. Другая выстава присвечена головному символу христианства – крыжу. У таким полным объеме экспозиция выставляется у першиню. Больше за 100 культовых предметов, сроду яких старожит на русские нательные крыжи, энколпианы, медные крыжи староверу и каменные крыжи Житковицкого района. Самые стародавние экспонаты датуются 10-м стаходзем. Кроме того, этот символ присутствует в книгах и на одзенне, на образах и церковных речах. Кожен экспонат сопровожает историю поступления в фонды. Многие из их были выпадковыми знаходками. Дело в том, что распятие – это воплощенный смысл. Это не просто амулет или красивое украшение, каким оно часто является в современном мире. На самом деле, это предмет, который известен почти что в самой заре человечества. И всегда, в все времена, в том числе и до христианской эпохи, этот символ наделялся особым смыслом. Конечно же, в христианстве он получил особо мощную единую семантику. Крест стал символом победы, добра над злом. В дальнейших планах экспозиции присвечены историю простых речу, спортивным досягнением в области и гомельчанам. Финальный станет выставы, присвеченная 100-годем музея. Она открыться у костричнику и разместится у полови зала у палаца. Ганна Коральчук, Александр Харламп, Телерадио компания «Гомель».